Я не подумала, да, зачем я не хочу. Ну что, я хочу маке поесть. Руками не трог máquina! Это модно сейчас, это популярно. Сступает Кукла Чёва. Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. И нет, у меня сегодня не будет в руках укулеля. И это видео абсолютно не про музыкальную тематику, а про мою жизнь. Потому что это новый выпуск. Моменты в жизни. И сегодня, как всегда, и как обычно, я вам расскажу, что же со мной произошло за июлем месяц, поэтому сейчас садись поудобнее и погнали смотреть. Ой, такие поля красивые. Ну, красота, красота. Не то, что в ваших городах там, да? Я напоминаю, что я живу сейчас пока у родителей в деревне. Вот, смотрите, куры. Куры раз, там еще куры два. И еще есть такие маленькие кролюшки. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот их мама. Моменты в жизни. Ой, Калю, я не хочу купаться. Кайф, 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 кайф. Ну, вообще, красота. Да, я подумала, да, а что, я не хочу. Ну, я хочу маки поесть. Продолжаю изучать английский. Проблема в том, что я путаю три вот этих буквы. А, А, И. И что мне предложила Ангелюсик? Вот, если вы все путаете. Эй, короче, запомните. Эй, это как русская А. Это значит, у нас она абубандитка. Эй, короче, абубандитка. Это Эй. И с палочкой это Ай. Это Ай. Ай, ей сюда больно. Короче, это боль. Полная боль. Пейн. Пейн, короче. И И есть вот это, как русское Е. Это И. То есть И продолжение, многоточие. То есть И, она никогда не заканчивается. Она очень самобытная, очень интересная буква. То есть абубандитка, боль и самопытность. Спустя столько лет откладывания, я наконец-таки это сделала. Я удалила свои родинки. Вы, наверное, их не замечали или, может быть, видели, но не обращали на них такого внимания, как обращала я. И вот столько лет я все тянула, тянула. Типа, да и так нормально сойдет. И что-то в последнее время стала переживать, что они начали расти. И каждый раз, когда они раньше, они произвольно их начинают трогать. А я знаю, что это очень плохо для родин. И вот я наконец-таки созрела, их удалила. Сейчас это выглядит, как будто какая-то небольшая ранка. Но, в принципе, так оно и есть. И, оказывается, существуют разные варианты удаления таких новообразований на коже. Я убирала лазером. Это просто берут, вам и выжигают. На самом деле, это вообще не больно оказалось от лова совсем. И потом тоже ничего не болело. Мне сделали анестезию. За 15 минут все это убрали. И все нормально. Сейчас потихонечку заживает. Но если вы такие же, как и я, и на вашей коже множество родинок, пожалуйста, не тяните. Лучше сразу удалите. И будете спокойны, что с ними ничего не произойдет. А пока они потихонечку заживают, я обрабатываю фукорцином. Это какая-то штука прикольная, типа между зеленкой и йодом. Есть вероятность того, что останется небольшой рубец по типу шрама. Но ничего страшного. Ничего страшного. Главное, эти родинки убрали все годы. Моменты жизни. Сейчас с этой прекрасной девушкой сидим на лавочке курлыком, вот как вот эти голуби. Подходят пацанчики и говорят, купите значок BTS. А что вы думаете? BTS! Сделать его сначала, а потом только добавлять мелью. Все. Такой вариант золота. Можете поближе посмотреть его, видно. Он, как сказать, он такой мерцающий. Он вот есть в виде краски. Даже уже в стакане, смотрите, какая красота. Уже клево смотрит. Раз, два, три. Раз, перевернула. О, и прям могу немножко стаканчиком какую-то линию сделать. Расшевелить работу и искать свою композицию. Что же у меня в итоге получится. У вас тоже будет. У вас будет не хуже. Даже лучше обычно учеников получается. Видишь, давай. Конечно, не скажешь. Опа! А что это у нас тут? Ну ладно, ничего страшного. Все хорошо. У тебя своя техника. Все нормально. Все хорошо. Подождем. У тебя сразу углилась. Можешь по этому. А, можно у него как-нибудь. Да, можешь. Вау. Что, давай как по инстаграммному видео. Опа-па-па-па. Пошла или пошла. Компания, она пошла. Самой нравится. Смотреть, как старается. Моменты в жизни. Ой, здравствуйте. Я сказала, что будешь снимать. Блогерка. Я такая блогерка, да. Я иду и думаю, в очках идти или нет. В общем, сейчас мы гуляем. И я такая, давай рядом с Маком пройдем. Зайдем, может у них там есть какие-то недостающие мне игрушки. У меня одна осталась недостающая игрушка. Это с Суперменом. Я сейчас подхожу к этому. Кому сказал, что ты милая? А там какие-то мои литл пони. Я такая, что закончилось что-ли? Он сейчас до 15-го числа найдет. И вы прикиньте, я подхожу к кассе и вижу его. То есть, получается, я собрала целую коллекцию спанчбоба. Я потратила на эту кассари. Зачем? Не знаю. Но зато теперь у меня есть целая коллекция. Девушка на кассе сказала, что у нее тоже целая коллекция. А я говорю, что у нее была. А мне пришлось искать. Вы представляете? Обалдеть, у меня есть целая коллекция спанчбоба. Ты рада? Конечно, безусловно. Это единственное, что я пока достигла. Коллекция спанчбоба. На улице полил дождь. Мы с кисуликом. Стоим под крышей. Прикол в том, что мы каждый раз, когда собираемся летом встретиться, постоянно идет дождь. Что мне снег, что мне зло, что мне дождик проливной. Какие черты не рады? Вон, все закончилось, все уже, все. Моменты жизни. Ко мне в Челны переехал Александр, потому что он не смог долго без меня жить. И поэтому он меня повел сегодня на свидание в парк аттракционов. Это Челнинский диво-остров. Смотрите, какой он пижон, донжуан. Такое вообще хорошее. Александр по мне соскучился, приехал, пригласил меня на свидание. Мы сейчас ходили в ресторан, пьем какой-то невкусный лимонад. Но мы его допьем, потому что мы заплатили. Очень вкусный лимонад. Очень вкусный, прям вообще. Говорил, что по мне очень сильно скучал и ко мне приехал. Ну, почти. Мы учимся, у нас еще начало отношений наших там. У нас этот долгий тернистый путь. Тернистый путь, соглашусь. Я говорю Александру о том, что я пропустила момент, когда у него был престиж и стал XR. Ну вот, поднялся парень. Из грязи в князе. А все потому, что в Питере живет. Заря одевается. Да, с Дашей, потому что... Конечно, я его муза. Вот Даша фундамент. Пока я нахожусь в Челнах, решила вот сходить с девочками на тройное свидание. Представляем, что это Париж под окнами. Если вы будете в Челнах или в Казани, советую вот это заведение. Бинхарт. Между прочим, Елюська теперь моя титчер. Мы занимаемся English Languages всякими. Если хотите изучать английский язык, английский язык нужно изучать обязательно. Это, во-первых, просто для себя, во-вторых, для путешествия, а в-третьих, это очень хорошо мозг работает. Да, вот у меня знаете, как мозг работает? Да, поэтому обязательно записываемся, мне пишем, Даша там ссылку, что-нибудь там назвали. Да, Тичи вообще хорошо все объясняет. Вы думали, на этом наше тройное свидание закончится? А у нас есть еще четвертное свидание. Юлька пришла. Умничка какая, красотка. А мисточка-то тебе нет. Я вижу, он даже на рюкзак все занял. Да. Смотри, полтора миллиона, это... Это у тебя тело кредита будет. Так, еще проценты. Еще проценты. Давай посчитаем. Погоди, а есть ли какие-то эти, как его... Ну, блин, я же не молодая семья, я не молодой специалист. Ну, давай посредним почитаем, потому что процентов 11-12 у тебя будет. Окей, хорошо. Мы сейчас пришли в книжный магазин выбрать мне книгу, что он написание на английском языке. Потому что Ангелина сказала, что это очень полезно для мозга. Да, это очень полезно для мозга читать. Но самое полезное это говорить. И поэтому сейчас выбираем какие-то книги. Она называется, что это английский клуб, какая-то коллекция вот таких книг. Тут на ней есть по разному уровню. Например, на элементаре это вот это вот элементаре. Потом открываете, еще на американском языке. И вы читаете, учитесь читать. И пошла целая дискуссия, какие мне книги стоят, какие не стоят. Ты выбрала себе историю? Я знаю. Я вообще хотела всех посмотреть. Сидрю и дело красного пара увлекаю. Вау. Это туториал, как нужно читать книгу. Как обычно мы читаем книгу английскую. Вот вы берете. Первое предложение. This is the story. То есть вы видите какие-то понятные слова и непонятные слова. Сразу же мы берем. И не пропускаем непонятные слова. Даже если ты полностью понимаешь суть предложения и не понимаешь отдельные слова, не нужно халтурить. Вот, например, treasure. Вам непонятно слово. Берете карандашик, подчеркиваете, пишите treasure. Это сокровище. Сокровище. Понимаете предложение? Только когда вы уже целиком поняли его со всеми словами, вы читаете дальше. Это немножко... Это муторно, конечно. Но это того стоит. Если какие-то конструкции тоже не понимаешь, например, не знаю, там, I must say. Ты такая, что за масса? Там, я же не проходила массы. Ты набираешь в гугле, что такое масса? Как оно употребляется? Ну, она и смотришь. Это запоминается, и это работает. Эффективно. То есть лучше вдобавок к занятиям еще что-то читать. Конечно, не только читать. Вдобавок к занятиям нужно еще больше болтать, смотреть видео. Потому что, знаете, есть люди, которые, как у меня один мой ученик, предъявлял. То есть, типа, я видел в интернете, что там можно, типа, за три месяца выучить до уровня intermediate. Пример, да, сейчас на уровне elementary. Чтобы ей перейти на следующий уровень, это pre-intermediate уровень, ей нужно целый год заниматься. И причем усердно. Не так, что только прийти на урок два раза в неделю и все заниматься. Прямо усердно, чтобы у ней был хороший уровень. Так вы ничего не добьетесь. Поэтому читаю, смотрим и наслаждаемся. Смотрите, как важно, чтобы литература была красочной. Вот у нас есть две книги. Принмогилка и вот какое-то, вот это вот. Вот что из этих двух вы бы выбрали? Вот такую книгу, какую-то там еще красивую она внутри. Или вот это. Илюсик нашла свою любовь. Лучшая турецкая история о любви. Харем Султан. Че ты читаешь? Итак, время 15 минут седьмого. Наря так сильно любит английский. Что читает? Что читает? На утро. На, что будешь ты читает, а мы на утро. Покажи свою книжечку. Что это за книжечка такая классная? На английском. Все поняли. Тичерс. Давай, нау. Тичерс. Мы сейчас пошли смотреть, не кататься, а смотреть на этот тракцион. Саша сказал, что он очень жесткий. Покатались бы вы на таком тракционе? Ставим ставки, да или нет? Честно, я ожидала больше. Саша мне так распорел, опять все в красках. Ну, не знаю. Семь из десяти. Ну, семь из десяти. Соглашусь. Но я бы не покаталась, потому что я сакуха. А вот вы бы покатались? Ну, я такая, нет. На такую херню я бы не пошел. Саша, ты на такое не подписываешься. Я что, плачу деньги, чтобы меня еще этот... Я и так деньги на корвалу утрачу. Дубль два. Александр опять меня повел на свиданку. Мы пошли... Я повела его в этот раз. Он не умеет разбираться вообще ни в чем. Бенхарсик я его позвала. Смотрите, как приятненько, как приятненько. Скажите мне, пожалуйста, когда вы идете куда-то в ресторан или пафе, и вам приносят какие-то свежащие напитки с кусочками фруктов, едите вы эти фрукты или нет? Саша говорит, что ты гришь, а я не могу. Она ела только, что это вилка картошку фри. Ммм, вкусно еще так. Вы знали, она вот эту вазу переворачивала полностью, чтобы достать грушу. На нее смотрели все фиценты. Мне сейчас 22 года, и что обычно люди достигают в свои 22 года? Кто-то берет ипотеку, выходит в брак, да, замуж, там, женится, рожают детей, ходят в армию, открывают бизнес. Что делаю я в это время? Я собрала всю коллекцию спанчбоба из Макдональдса. Прям все, их тут около 10 штук. То есть и мистер Крабса какой-то дед, вообще не понимаю. Почему вот именно его взяли, а не взяли Перл, дочь мистера Крабса? Я не понимаю, почему. Тут даже есть два спанчбоба, которые ловят медузу, и которые работают в красе Крабсе. Вот мой самый любимый фаворит, я вам покажу, это Сквидвард, потому что он держится. Посмотрите, какой у него первый дом, и он держит свой портрет. И, конечно, он спросит, Даша, зачем тебе эта коллекция? Честно, я не знаю. Ну вот этот вот азарт, пока я его собирала, всю эту коллекцию, тем более я ездила по всем Макдональдсам города, и это даже не Питер, чтобы вы понимали, то есть я ее реально целый месяц собирала. Мы там чуть ли не менялись с людьми из Инстаграма. Чтобы она у меня была, но зато благодаря этой коллекции у меня есть чувство завершенности, что я что-то достигла, собрала целую коллекцию спанчбоба с Макдональдса. Кто, может быть, тоже собирал, напишите в комментариях, смогли ли вы ее полностью собрать, или вы собрали только несколько фигурок. Пошла я немножко привестись в порядок, точнее голову, подстриглась немножко, иду, и навстречу мне идет Тичи. Тичи, как вы? Всем привет! Хай, ты же Тичи, ты че? По-английски ее приветствую. Тичи у нас квалифицированная переводчица. Вот, пожалуйста, Тичин, Тичин диплом. Тичин диплом. Все, все официально. Это че, твой этот, поцелуй? Я не знаю, че это такое. Молодим, мы че-то соберем. Переходим к награждению, и начнем мы с замечательной кепки. Правильно ответил на вопрос про Гриндер. Молодец! И нас ждет. Отличка. Твердое место и сертификат в первом городе Набережной Челны. Отправляйте к вамным названием. Глубокая лодка. Может, мы греться, даже. Написано. И как ты должна быть? Если что, мы выйдем. Я готовлюсь на успех. Готовлюсь на победу. Третье место и бронза. В сегодняшней игре достается Каварио названием «Узкой». Я не теряю надежды. Я не теряю надежды. Мало ли, мало ли. Девочки, откройте, пожалуйста, у меня какая-то дверь. Мы все дома. Не ври. Не ври. Я тут живую. Ну, тогда пойти за хату тоже сама. Такой берет крылья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тебя уже видела там. Посмотрите, кто это же Наташа. Наш любимый иллюстратор. Какие на мои огня. Что, Даша, оформляйте, что ли? Чтобы я была модной, молодежной. Давай, Валя. Херта пуфиндуйца. Ты пуфиндуйца. Сейчас Наташа говорит, что не смотрела Гарри Поттер? Говорю, нет, но только в детстве. Говорит, ты бы попала в пуфиндур. И начала мне читать, кто эти люди, которые там были, на этой кафедре. А ты думаешь, с какого я факультета? А с какого ты факультета? Со стезерами. А это что значит? Ой. Как будто, знаешь, как будто гороскоп какой-то. Знак зодиака не всякий. Знак зодиака, поговорю по труб. Все думают, что я такая, гей-гей, ха-ха-ха-ха. Но что касаемо работой, очень дотошно. Я прям перфекционистка. И я Наташу постоянно ругаю за какие-то точечки. Вот она точечку поставить не на том слое. Или точка к точке, очень близко, я ее ругаю. Типа, что такое? Давай переди их. И сейчас я захожу к себе на канал. Краю. А я не обращала внимания. И я сейчас ее ругаю, говорю, что это такое? Я ей сама это показала. Ничка, видишь, учишься. Вместе со мной. Лучшая тактика нападения, лучше сразу сделать так, чтобы Даша потом не переправляла. Все, что просто? Ну ты придется справить. Ну, халтурка, халтурка. Это мое болото. Как тебе мое болото? Ты что, Шрек? Ой, Настя, что мы с вами? Что, забыли, что я, Даречка? Я просто решаю, очень делаю переговоры. Маша мне позвонит, что я подъясню уже. Ну, так оно, так оно, да. Я вам еще не рассказывала, но я захотела купить себе планшет, чтобы писать конспекти и делать подчеркушки до видео. То есть какие-то интересные вставки. Сейчас это модно, сейчас это популярно. Во-первых, перед тем, как покупать чехол, я вам сейчас покажу, что я уже чехол купила, я спросила у подписчиков в инстаграмчике, если вы до сих пор не подписаны, во-первых, почему. Я не особо разбираюсь в планшетах, у меня вообще никогда не было планшета. И разные версии айпада. Я точно знала, что я хочу себе Apple, потому что я сижу на яблочной игле. Я спросила у подписчиков в инстаграме, какую версию лучше, пообщалась иллюстраторами, и мне сказали, что лучше брать просто обычный бюджетный вариант айпад 20-го года. Я его на днях куплю. Ну, Сашульку ищут, ну, Сашулька сегодня должен приехать. В общем, я готовлюсь уже морально-физически, как и было с айфоном. Я сначала купила чехол и стекло. То же самое я делаю для Apple. Я купила вот такой чехольчик красивый. Мне кажется, очень симпатичный, мне прям нравится. И купила стекло, которое Машулечка. Вот такое, девочки, вот так. Мне Машулечка наклеит стекло, она не против. Она у нас в МТС два месяца работала, как бы месяц. Тем более, Машуля за месяц и такой опыт набрала. Скоро я куплю этот айпад. Швэйк. Моменты в жизни. Смотри-ка, сработало, девочки, ты обманула. Сработало, как рабочего характера. Сашулька, мы пришли к тебе в гости, а я в яме. В дыре сейчас сижу. Юля говорит такая, давайте тикток вам покажу. Я такая с разгона, а у него уже, ну, матрас мягкий. Так, оба, и внутри я. Все? В яме какой-то сижу, куда он дерево это делал про меня? Уприн, яма. Давайте мы сей, сей гурьбой и рыбой. Они живы? Да, я их. Вы представляете, я их кормила. Убрали. Это моя молодец. Руками не трогать. Руками не трогать. Боксинг от Дарьи. Унпакинг, обзор, покупочек, чек. У вас есть какие-то предположения, что это может быть? Я даже не знаю, что это. Ты купила панамку. Я что-то купила. Это твое. Это есть твое? Это верхнее. Подожди, она недавно о чем-то говорила, что она что-то хочет купить. Купила iPad. Я купила iPad. Уточняй. Я угадала. А, приз? Сейчас. Спасибо. Я хотела купить. Хотела что, в реттор? Я купила iPad на 128 гигабайт 20-го года. Здравствуйте, здравствуйте. Вот такой был обзор покупочек-чек. Можете сделать вид, как будто я раздерпала фотку? Чего? У меня. Зарядка, прикиньте, есть быстро. Она у меня в этом, по-моему, не лежит. Нет, вот она. Вот тут они положили. Вообще. Юлечка у нас нарисовала первый шедевр на iPad. Вот это наша Bima. Обоснуй, почему так? Ну, это ее распушистый хвост. Потому что хвост. Когда она бесится, да. И тут она разлеглась, потому что она у нас толстенькая. У нее не хватает сил встать. Но глаза зеленые зато вот Bima. И она расстроена еще. He's sad. Прям один в один, вы посмотрите. Сашулька наш вернулся. Серьезно? Да, серьезно? Приехал, дорогой наш. Нужно еще раз сесть как-то в больницу. Ты следишь за макаронами, да, Зай? Ярослав, кстати, должен пока макаронами. Сашуля купил вот такой моментальный фотоаппарат, а-ля я хочу быть полароидом. И он сделал девочкам фотографию. Мне говорят, давай сейчас я тебе сделаю. Модный какой. Давай посмотрим, что будет. Ну, давайте посмотрим. Какая хорошая, смотри. Это я. И там Bima лежит. Ты посмотри, вот там вот пятно такое. Александр презентует свое творение. Так. Угу. Ну, слушай, детализировано-то как? Конечно. Расскажи о своей картине. Эта картина называется Бимичкина любимое занятие. Она им занимается... 24 на 7. 24 на 7 раз в час. Отдельная деталь ее маленькие лапки, когда она так вот делаешь, как будто у нее коротенькие лапочки. Да. Сашуль, столько деталей подметил. Я художник. Художник. Так видит художник. Приехали с Сашулькой в ленту. У него сегодня какие-то купоны работают. Ему взяли пол корзины хлеба и пол корзины йогуртов. На завтрак так, перекусить. Хотя бы хлеба покушаем. Юля нарисовала Сашин портрет. Давай, показывай. Похоже, Сашуля один в один. Это на патинка. Ну-ка, патинка так. Это патинка. А это щетинка. Это щетинка, это прыщинка. А бакенборды-то какие хорошие. Выступает Кукла Чёвы. Ребята, вот вы писали мне, что-то у тебя хвост не похожий. Посмотрите, она сейчас бесит. Свините, у него хвост, как у лемура. Просто лемурий хвост. Он лемурий хвост, пожалуйста. Я не говорю, что она мне что-то купила. Мы с Машей ходили по магазинам. Я знаю, как ты любишь стикеры и кое-что еще. Поэтому я как увидела, вспомнила про тебя и решила подарок подружке. Так, просто так. Короче, смотри, что я нашла. Уважаю друзей. О, фиговый пят. Посмотрим. Это же рогоносик. О, цыпочка. Блин, это приятно. Так неожиданно и приятно. Очень приятно. Сушу ли, ты рад? Безумно рад, да? Спасибо, спасибо, солнышко. Мальчиша. Приятно, очень приятно. Делайте приятно просто. Просто так. Маша, опять у нас мучает кошку. Ну, посмотри. Маша, вот тебе сама не стыдно? О, Бобус. Ну, а если тебе понравился данный выпуск, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, что у тебя нового произошло за это лето. Вообще, как ты его провел. Я обязательно все прочту. Ну, а также напоминаю, что для всех любителей моментов жизни на канале целый плейлист обязательно его посмотри. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok